И так Елизавета приходит к власти, она опять возвращает протестантство в страну и в первые моменты одерживает верх кальвинистская партия, которая в итоге эволюционирует в сторону Пуритан. Для Елизаветы эта ситуация нежелательна, просто потому что она оказывается заложницей взглядов и деятельности одной группы лиц. Но, к счастью, для Елизаветы существуют еще и католики. И можно соблюдать вот это неустойчивое равновесие, преследуя тех и других, пугая католиков пуританами, а пуритан католиками, и удерживаясь в рамках некоего среднего курса, который удобен самой Елизаветы. При этом о бедных, которым надо помогать, о внутреннем мире в королевстве Елизаветы думают меньше всего. Ей просто нужно усидеть на престоле, ну, с этой задачей она справилась, в течение 45 лет она будет Англию управлять. Елизавета в 1958 году, в год восшествия на престол, сталкивается с совершенно неожиданной проблемой. О своих правах на английский престол объявляет Мария Стюарт. Мария была королевой Шотландии с возраста шестидневного. На тот момент она замужем за французским принцем, живет во Франции. И от имени Марии ее свекр Генрих II французский объявляет о правах Марии на английский престол. Никто на тот момент в Англии всерьез не воспринимает претензии Марии. Им намного проще посадить на престол последнюю из живущих дочерей Генриха VIII, законного монарха Цюдора. Но претензии Марии имеют все основания, на самом деле, если воспринимать Елизавету как незаконную дочь Генриха и еретичку. Мария является внучкой старшей сестры Генриха VIII. Генрихом она исключена из акта престола наследия, но права у нее совершенно очевидны. И для католиков она является главной претенденткой на английский престол. В какой-то момент и английские католики поддержат эту идею. И, конечно, Франция, суперкатолическая страна, настроена в какой-то мере интересы Марии отставить. Войны между Англией и Францией за то, чтобы Мария Стюарт и ее муж стали королем и королевой Англии, на тот момент не начинается. Но Елизавета понимает, что это все-таки бомба замедленного действия. В 1959 году Мария и ее муж Франциск ненадолго становятся королем и королевой Франции. Управление страной осуществляет фракция, связанная с Ерцогским домом Гизов. Это родные братья матери Марии Стюарт, соответственно, и ее деде. Елизавета понимает, что у шотландской и теперь уже и французской королевы положение укрепляется. Она действительно очень боится последствий воцарения Марии Стюарт. Но царствование Марии во Франции было недолгим. В 1560 году вначале умирает мать Марии, Мария Дегис, управлявшая Шотландией от ее имени. Затем умирает собственный муж Марии, король Франциск. В Шотландии активно финансируемая Англией идет борьба между протестантски настроенными, буйными проповедниками и баронами, готовыми принять пресбитрианский уклад. И войсками самой Марии Дегис, поддержанной французами. И на момент смерти матери Марии протестантская фракция одерживает верх в стране. В 1561 году, на 19-м году своей жизни, Мария возвращается в Шотландию и решает проблемы впервые в европейской истории в позитивном плане в связи с установлением веротерпимости в стране. Совершенно немыслимая ситуация для тех же французов, где Екатерина Медича, конечно, пытается соблюсти некий баланс между католиками и протестантами, но все-таки в сторону католиков. В Англии тоже ни о какой веротерпимости речи нет. Мария же говорит о том, что лично она будет проповедовать католическую веру и никому не запрещает это делать, но также она не запрещает и протестантству в стране. Уже это говорит о значительных политических талантах Марии Стюарт и не позволяет записать ее в буйные нимфоманки. Далее Мария вполне успешно справляется с внутренними проблемами в стране. Елизавета финансирует разного рода восстания и всяческие нестроения в Шотландии, но победить Марию на тот момент не удается. И затем происходят совершенно фатальные события в жизни Марии, которые приведет ее и к утрате власти над Шотландией, и в конечном итоге на Ишафот уже в Англии в 1587 году. Мария выходит замуж за своего двоюродного брата, имевшего права, как и она, и на английский престол Генриха Дарнли. Дарнли был абсолютно неудачным выбором для Марии вообще во всем, исключая вопрос престола наследия. Младой человек, младше ее на 4 года, без какого-либо внятного представления о том, что такое политическая жизнь и что такое роль монарха, начинает претендовать на главенство в стране. Мария, с его точки зрения, должна сделать его реальным правителем Шотландии. Когда этого не происходит, Генри Дарнли начинает серию заговоров против Марии. И Мария, возможно, это бы всего не терпела, но ей нужен законный наследник, на тот момент она как раз беременна, и результатом беременности будет рождение знаменитого будущего Иакова 6-го Шотландского, который станет Иаковым первым английским. Итак, Мария в конечном итоге рождает сына от своего ненадежного мужа. Елизавета, конечно, в ярости и в зависти, потому что у Марии внятный наследник, а у Елизаветы, которая упорно в течение всей жизни и замуж не выходила, и тем более детей не рожала, перспектива совершенно неясного престола наследования. Елизавета, конечно, это все делала не без причины, и избегала брака не без причины. Видимо, совершенно в нормальном психоаналитическом духе можно толковать ее поведение. Две жены ее отца были отцом казнены, две жены отца умерли в родах, последняя жена, правда, не от Генриха сына рожала, а от Томаса Сеймура. И кроме того, были многочисленные примеры в европейской истории, совершенно недавней, как женщины-наследницы больших земель мужчинами всячески третировались, либо в ситуации брака, либо если речь шла об отцах и дочерях. Далеко ходить было не нужно. Старшая сестра Екатерины Арагонской, всем известной английской королевы, утратила испанскую корону, утратила права на земли мужа Нидерланды, и все это в результате оказалось сначала в руках ее отца Фердинада Арагонского и мужа Филиппа Бургундского, а потом все это пошло в руки Карла Пятого, будущего знаменитого отца, знаменитого Филиппа Испанского. И эту бедную женщину, королеву Хуанну, держали в не очень комфортабельных условиях, напоминавших психушку, в течение 50 лет, объявив ее безумной, хотя были свидетельства прямо противоположны. Так вот, в этой ситуации, когда политическая жизнь полностью доминируется, контролируется и контролируется мужчинами, Елизавета, конечно, не хотела рисковать. Но в результате у Марии более или менее нормальная династическая ситуация, имеется муж, имеется наследник, а у Елизаветы нет ничего. Далее продолжается провоцирование Дарнли разными баронами и, собственно, англичанами на эскалацию конфликта с Марией. Мари находит поддержку в стране среди протестантских лордов, и возникает у них идея вполне здравая, что Дарнли нужно устранить. И один из них, Джеймс Хэбберн, граф-лорд Босу, решает стать третьим мужем Марии Стюарт. И для этого в феврале 1567 года он организует вместе с другими шотландскими баронами взрыв того дома, где Дарнли живет в Эдинбурге. Средь темной ночи вдруг взрывается дом. Уникальная совершенно ситуация. Современные террористы могли бы у Босула поучиться. Тело Дарнли находит не в самом доме, где он должен был в этот момент находиться, а где-то в 20 метрах задушен шотландский король. Естественно, все эти события сразу же связывает европейская протестантская пропаганда с именем Марии Стюарта. Но если бы Марии все-таки мужа надо было устранить, вряд ли она в театральной такой манере этим бы всем занималась. Однако Марию в скорости объявляют пропагандисты местные шотландские европейцы преступницей. Мария еще в течение четырех месяцев будет на свободе и будет сохранять престол. Но Босула, человек действия, который Дарнли вместе со своими коллегами взорвал, он идет дальше. Дальше возникает ситуация, когда Мария вынуждена выйти за него замуж. Вот отсюда она получит репутацию нефоманки и преступницы, потому что выходит замуж за предполагаемого убийцу своего мужа. Мария до того проявляла исключительный политический такт и чутье. И представить себе, что в одночасье почти 25-летняя королева вдруг превратилась в гулящую девку, очень сложно. Существует более внятное объяснение этой ситуации. Мария, скорее всего, была просто изнасилована в какой-то момент Босулом, обнаружила свою беременность. И вдовствующая беременная королева, это, скорее всего, даже хуже, чем королева, вышедшая замуж за предполагаемого убийцу мужа. В результате Мария ненадолго становится женой Босула, следует восстание шотландских аристократов, очень хорошо финансированной Елизаветой, в результате которого Мария попадает в плен к шотландским баронам. Далее ее в течение года держат в замке Лох-Левен, стоящем на середине озера Некоего, на островке в Шотландии. Мария пишет жалостные письма европейским монархам, но никто особого сочувствия не проявляет, кроме Елизаветы, которая вдруг оказывается главным другом Марии и очень ей сочувствует во всех ситуациях. Затем через год, летом 1568 года, Марии удается бежать из этого замка, и она стоит перед выбором, куда бежать. Во-первых, можно оставаться в Шотландии и пытаться вернуть корону, находясь в самой стране. Мария этого панически боится, хотя у нее достаточно сторонников. Можно ехать во Францию, она вдовствующая королева французская, у нее достаточно там земель, кроме того, там семья Гизов, которые родные для нее и всегда готовы ее поддержать. Но из-за того, что в ситуации кризиса с Дарнли и дальнейшего тюремного заключения Марию никто, кроме Елизаветы, внятно не поддерживал, она вдруг совершает фатальную ошибку. Здесь действительно ее чутье подвело, но это вполне понятно, когда юная, молодая женщина только-только освобождается из заточения. Мария едет в Англию. И именно там начинается финальная история ее злоключений. У Елизаветы нет никаких оснований для того, чтобы Марию в Англии удерживать, но при этом она понимает, что католическую наследницу предполагаемую лучше все-таки контролировать. И далее Елизавета изобретает совершенно безобразный предлог для того, чтобы Марию в Англии держать. На основе сфабрикованных доказательств и улик, которые потом сама Елизавета признает абсолютно неубедительными, Марию объявляют убийцы собственного мужа, возникают некие письма, якобы ее рукой написанные, куда вписаны нужные инкриминирующие Марию подробности, но правда чужим почерком. Видно, что это подделка. Елизавета не готова поддержать эту идею, что Мария убила Дарнли на основе этих писем, но парламентская комиссия приходит к выводу о том, что Мария виновна. Елизавета все-таки отрицает подлинность этих писем, но объясняет Марию простую вещь. Поскольку ты, кажется, убила моего родственника и подданного Дарнли, как и Мария для Елизаветы, он двоюродный племянник, пока ты не докажешь, что ты невиновна, я тебя из английских замков не освобожу. Что скажут люди, если я предполагаемую убийцу своего дорогого родственника выпущу на свободу? Мария совершенно справедливо объясняет, что она никак не может находиться под английской юрисдикцией, и что она не подсудна английской королеве или английскому парламенту, даже если она в чем-то виновна. Вину свою она, конечно, отрицает. Но поскольку Елизавете очень хочется Марию удержать, возникает вот этот дикий совершенно с юридической точки зрения момент, Марию и дальше держат в английских замках на положении пленницы, пока она не докажет невиновность в смерти Дарнли. И дальше начинается 18 лет вот этого ненормального противостояния, когда Мария почему-то вдруг должна объясняться с английским парламентом и с Елизаветой. Это 1568 год. Далее в 1569 году начинается восстание северных аристократов против Елизаветы. За 10 лет правления она уже достаточно сильно надоела католикам, законодательствам антикатолическим, штрафами очень большими за непосещение протестантской церкви и наоборот за следование ритуалам старой религии. И северные аристократы решают, что неплохо бы от Елизаветы избавиться. Кто-то из них готов стать уже теперь четвертым мужем Марио Стюарт и совместно занять английский престол, но потом, видимо, и шотландский тоже отвоевать. И начинается обширное восстание, обширность которого как раз и свидетельствует на самом деле о нестабильности Елизаветинского режима. Восстание все-таки удается подавить, Елизавета остается у власти, не удается ей доказать причастность Марии к заговору, но дальше начинается набор событий, которые еще больше дестабилизируют политическую, религиозную, экономическую жизнь в Англии. На следующий год, после разгрома северных аристократов, римский папа отлучает Елизавету от церкви. Это 1570 год. В религиозном плане ситуация вроде бы абсурдная, как может католический иерарх отлучить от церкви протестантку Елизавету. Но для английских католиков эта ситуация совершенно очевидная. Елизавета, отлученная от церкви, фактически оказывается низложенной, и этим отлучением римский папа освобождает подданных Елизаветы от каких-либо обязанностей перед их законной монархией. И даже цареубийство оказывается вполне благим делом, если речь идет о вероотступнице, которая незаконно занимает английский престол с точки зрения римско-католической церкви. Елизавета прекрасно понимает, чем это чревато, но все-таки расстаться с Марией Стиварт не имеет никаких сил и возможностей. Дальше, в 1571 году Елизавета принимает совершенно драконовские меры против католиков. Усиливаются штрафы по нынешним деньгам за посещение католических богослужений, запрещенных в стране, и не посещение протестантских богослужений. Нужно платить штрафы, эквивалентные десяткам тысяч нынешних фунтов в месяц. Очень немногие могут себе позволить такую роскошь. В случае невозможности уплатить штраф, наказание вплоть до конфискации имущества, тюремного заключения и даже казни. И это не просто на бумаге принятые меры, они начинают воплощаться в жизнь. Кроме того, Елизавета запрещает католикам заседать в законодательной палате, занимать государственные посты и даже преподавать в университетах. Понятно, что ситуация только усугубляется, и все это, в принципе, изначально делало рук самой Елизаветы, заключившей Марию Стиварт. А дальше, в 1572 году во Франции происходит Фарфоломеевская ночь, и это событие является источником огромных политических дивидендов для английской протестантской антикатолической пропаганды. Становится понятно, где враги и где друзья. Если католики так вырезают гугенотов, протестантов во Франции, то понятно, что и английские католики, конечно, не лучше. В Англии, а в Лондоне в первую очередь, оказывается много французских эмигрантов, которые спаслись от репрессий, затеянных Екатериной Медичей, гизами и прочими крайне правыми католиками во Франции. Соответственно, кстати, возникает и культурный контакт. Нечего удивляться, что многие англичане потом имели возможность, просто общаясь с носителями французского языка, изучить французский язык. Шекуспир, впоследствии, живя в Лондоне, также этой возможностью обладал. И дальше продолжается активная антикатолическая политика, как в религиозном плане на уровне запрета богослужений, так и в экономическом плане, и в политическом. В выдавливании дальнейшей из культурной и политической жизни дальнейшее обнищение католиков, которое, как мы увидим, скажется и на семье Шекспира. Отец Шекспира был убежденным католиком, а семья его матери также принадлежала к католичеству. И дальше все это окажет влияние и на жизнь, и на творчество, в том числе у Ильяма Шекспира из Стратфорда, как и многих других англичан. В русских текстах, ему якобы не принадлежащих, и связана она с идеей об утонченности золотого века елизаветинской литературы, когда все были вовлечены так или иначе в интеллектуальные игры. Насколько это адекватно, я попытаюсь показать в дальнейших частях нашего курса.